Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Во-первых, я не хочу, чтобы пострадала Лена, чтобы ее вместо меня посадили в тюрьму. С ней все будет в порядке, я тебе обещаю. Я хочу ее видеть. Где она? Лена сейчас в надежном месте, но вам встречаться небезопасно. На тебя заведено уголовное дело. Любую из вас могут арестовать. Поэтому со встречей нужно повременить. Пока. А ты уверен, что твой план по нашей подмене сработает? Абсолютно. Я все предусмотрел. Антон Сергеевич, чай готов. Здесь документы. Лена. Там паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение. И еще. Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда. Я не Лена. И не потерплю никакого контроля. Конечно. Вера. Мы должны друг другу доверять. Иначе наши отношения не имеют смысла. Правильно? Правильно. Вера. 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 Продолжение следует... Может, вино, коньяк, риски? А Кирилл знает, что ты здесь? Нет, о чем? Я должен тебе сказать, что... Лена беременна от Кирилла. Я думаю, что вам не следует больше встречаться. Давай я сама буду решать. Я просто хотел предупредить, что от него можно ждать все, что угодно. Прошу прощения. Я на минуту. Антон Сергеевич, они упустили его. Кирилл ушел. Он обнаружил свечку, потом оторвался и исчез. Всех пора на помойку. Элементарного сделать не можете. Кирилла упустили. Что им передать? Пусть продолжают поиск? Нет, будем действовать по-другому. Что с поиском Лены? Пока никакой информации. Врачиха клянется, что ничего не знает. Подключили ментов. Сейчас отрабатывают транспорт. Пусть все ищут Лену. Если ее найдут, я прощу им Кирилла. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Скажи, а Кирилл тебе не говорил ни о какой видеозаписи? Нет. Значит, не доверял. У него есть видео нашего разговора, где мы обсуждали операцию в банке. Она теперь меня шантажирует за этой записью. Ты хочешь, чтобы я забрала ее у него? Не думаю, что он отдаст ее тебе. Ну, я попробую. Было бы неплохо. Добрый вечер, следователь по особо важным делам Корнеев. Михаил. Добрый вечер. Вернее, уже ночью. Мы бы хотели увидеть Веру Сергеевну Воробьеву. А ее нет дома. А вы, собственно, кто? Я знакомый. Вот мой документ. Вера пропала. Да? Я сам ее ищу. Угу. Вовремя она пропала, журналист. А вы, как всегда, везде раньше полиции. Ну, ничего, у нас есть ордер на обыск квартиры. Мы должны убедиться, что ее здесь нет. Не уверен, что я имею право. Ничего, мы уверены. Так. И как давно вы ее видели? Дни пять назад. Угу. А вы живете вместе? Нет, мы близкие друзья. У меня были ключи. Ключи. Будет лучше, если она сама к нам придет. На суде ей зачтется. А в чем, собственно, ее обвиняют? Там нет никого. Пусто. Угу. Угу. Придется проехать с нами. На каком основании? На законном. Привет. Надо встретиться. Правильно понимаешь. Упром? Нет. Адрес пришлю по почте. Что, по ночам-то работаете? Хорошую премию обещали? А ты чужие премии не считай. Ты готовь ответы, Троцкий. Я же сказал, где Вера, не знаю. Ну, хотите на полиграфе проверить? Кстати, есть у нас? Есть. Камера предварительного заключения называется. После нее все правду говорят. Особенно, если соседи хорошие. В общем, ребята нарыли про него инфу. Да? Да. Год назад походил подозреваемым по делу с воровством денег с кредитной карты. Так ведь не доказали. Я чист. Ну, ничего. За год могли вскрыться новые факты. Можем назначить повторную проверку. Так что дело еще не закрыто. Правильно. Чего в старом копаться? Давайте лучше с Верой и ее банком разберемся. А я смотрю, ты в курсе. Да, в курсе. Веру подставили. Сделал это Антон Уткин, сотрудник банка. Вера сказала, что у Игоря Володина, председателя правления, есть информация против Уткина. Видишь, как много ты, оказывается, знаешь, журналист. А ты знаешь, что Игорь Володин внезапно исчез? Хотя пока проходит как свидетель. Как исчез? Так. Вечером выехал по делам, и больше его никто не видел. Хорошо. Я покажу, где Вера Воробьева. Поехали прямо сейчас. Ну, если обманешь, гляди. Я понял. И телефон верните. Мне нужно сделать один звонок. Вон, красный фургон. Я пошел. Ну, пошли. Да. Не, не. Без вас. Иначе спугнем. Там связной он передаст информацию. Какой связной? Ты что, обалдел? Так, Веры там нет. После того, как случилось, она напрямую ни с кем. Только через связного. Всего боится. Осторожно. Ну, иди. Да смотри, побежишь, ноги прострелю. Ну, мы же не дети, Виталий Алексеевич. Я во двор войду, с другой стороны перекрою. Тут глухо, никуда он не денется. Он, наверное, думает, что сделает нас. Посмотрю. Если через три минуты не выйдет, я пойду. Понял. Так, заводи, поехали. Блокирую. Блокирую. Быстро. Глуши воду. Из машины быстро. Из машины быстрее. Слушай, его здесь нет. Но он же не мог испариться, мы были рядом. Не мог. Сколько он тебе заплатил? Ничего не платили. Я водитель. Был заказ, позвонили, я приехал. Жена свидетель. Короче, в отделе разберемся. Вызывай наряд. Давайте наряд к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди туда же, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как спалось? Спускай, сейчас будем завтракать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди ко мне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие планы? План один. Сделать так, чтобы в будущем нам вдвоем было хорошо. Красиво звучит. А поконкретней? Все будет зависеть от твоего разговора с Кириллом. Но в любом случае, я считаю, что тебе нужно уехать за границу. Мы полетим вместе, а потом я вернусь, чтобы завершить дела. Хорошо. Но перед этим я должна убедиться, что с Леной все в порядке, и ей ничего не угрожает. Я помню твои условия. Кто там идет? Грей, а ну-ка и ко мне. Иди, мой мальчик. Иди, мой хороший, мой мальчик. Ой, Фарти пришел. Иди, мой мальчик. Вот, мой хороший. На, мой дорогой. Что с тобой? Что с тобой? Что-то тебе плохо? Покрепнулось? По спине постучать? На. Фарти. Мы через 20 минут уезжаем. Поторопись, пожалуйста. Харти? Ну, хорошо. Ну, хорошо. А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! И где встречаемся? Давай через полчаса в летнем кафе возле твоего дома Ага, хорошо, буду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь предоплата Есть нюансы У него может быть флешка или диск Если найдешь, забери с собой Маячок в сумочке у дамы, которая пошла с ним навстречу Если поторопишься, то успеешь застать их вместе Сроки? Сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо Кирилл? Да Вера Ты себе заказал что-нибудь? И куда ты пропала? Мне надо было уехать У тебя с собой телефон? Тебе нужно его выключить и вытащить батарейку За нами уже охотиться Ночь я провел в компании следователей Что они хотели? Они ищут тебя Кроме того, выяснилось очень странное обстоятельство Вчера я встретился с Игорем и передал материал, как мы с тобой договаривались После этого он внезапно исчез Вера Может скажешь, что происходит? Поэтому я и уехала Похоже, Игорь начал свою игру Не исключено, что он решил сам шантажировать Уткина Он мне не звонил Это все? Да Нет, ну ты что-то не договариваешь Эту ночь я провела у Уткина Как? Ну, вот так он мне сделал предложение, я согласилась Ну, я надеюсь, ты понимаешь, что… Нет, я ничего не понимаю У них уже все решено Меня подставили и никакие материалы ничего не изменят Для них я уже за решеткой У нас есть доказательства Они легко их признают недействительными И, похоже, с Игорем они тоже договорились Поэтому есть единственный выход Какой? Стать наложен с Уткина? Получить доступ к украденным деньгам Поэтому я и поехала к нему Пожалуйста, ваш кофе Хочешь вернуть деньги в банк? Не думаю Доброе утро Антон Сергеевич Там Ольга Валентиновна вас ждет Ольга Валентиновна? Полчаса назад зашла Без меня в мой кабинет? Ну, я пыталась объяснить, что вас еще нет, но она не стала слушать Еще раз такое произойдет? Вылетишь отсюда? Угу Здравствуй, Оля Решила с утра проведать кабинет, нет ли здесь Игоря? Здравствуй, Антон А кто такой Игорь? Хорошая шутка Ой, извини Заняла твое место Ты по делу? Дела у нас с тобой теперь общие, Антон Я хочу принимать активное участие в делах банка Оля Мы оба постарались, чтобы Игоря не было в этом банке Да У каждого из нас была своя цель Тобой двигала месть Мною желание лидерства Но никогда у нас не было договоренности, что мы будем рулить банком вместе Я, по-твоему, не заслуживаю этого? Видишь ли, Оля Успешная работа банка зависит от множества причин Большинство из которых тебе даже неизвестно Это очень сложная сфера Для этого требуется образование, опыт Послушай, ты первый день на этой должности Угрожаешь? Не надо, Оль Чего тебе не хватает? У тебя целый департамент в подчинении Море работы Здорово 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 Привет Ну, кстати, неплохая вещь, слушай Смотри Нормально? Не, пожалуйста И где же она? Она тоже в доме? Уткин сказал, что она в надежном месте Пока я для всех вен Ты сама еще не забылась кто-то У меня нет другого выхода Очень скоро я узнаю, где Уткин хранит деньги И как их можно достать Думаешь, он не о чем не догадается? Думаю, он сомневается И как ты планируешь развеять его сомнения? Это не твоя забота По крайней мере отправлять его в психушку не собираюсь Вера Кирилл, мне сейчас очень тяжело Пожалуйста, не мучай меня лишними вопросами Мне нужна твоя помощь Я все сделаю Ты должен придумать, как переправить деньги за границу Десять миллионов евро, сумма не маленькая Да, а нужно придумать надежный и безопасный способ Встретимся завтра, время уточню Вера Я хотел спросить Ты меня простила? Антон Сергеевич Все сборы Я рад всех приветствовать сегодня В первый день Новой работы Нашего банка Когда я говорю Новой работы Я имею в виду Новый принцип Который с этого момента Будет обязателен для всех Этот принцип очень простой Даешь результат Остаешься в команде Если результата не видно До свидания И совершенно не важно, кого мы будем увольнять Друзей Любовников Мужей Жен Отныне Эти отношения Остаются за пределами этих стен Поэтому Никаких Личных поблажек Никакой избранности Прибыль, эффективность и снова прибыль Мы будем делать деньги Господа Деньги для наших акционеров Новых сотня Закрышки Женщики Казах Закрышки Скажем И Гниги для головы Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Хорошо заседание правления Хорошо Вдохновлял народ На предстоящие перемены Отлично Ты когда в последний раз видел Игоря? Вчера после совещания И он тебе потом не звонил? Нет Вчера вечером он позвонил мне И волнуюсь сказал Что у него есть какой-то видеоматериал Который может пролить свет На исчезновение денег из банка Он выехал ко мне С этим видеоматериалом И с тех пор его больше никто не видел А сегодня его нашли С разбитой головой На обочине дороги За городом Сейчас он в больнице Без сознания Мой помощник связался с полицейскими Но никаких материалов в вещах Игоря Обнаружено не было У меня это просто в голове не укладывается Ты соберись Сейчас многое зависит от тебя Что бы ни происходило Банк должен работать в прежнем режиме Чтобы никаких сплетен Лишней болтовни Любое общение с прессой должно проходить Только через тебя Не беспокойтесь Мы не позволим нас деморализовать Встреться со следователями Пусть начнут работать в конце концов Обязательно Держи меня в курсе Ты должен справиться с ситуацией Я не подведу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лен, ты что творишь? Немедленно отпусти меня. Вера, прости меня, но по-другому не получается. Ты бы все равно не согласилась с моим планом. С каким планом? Я все придумала. Мы все вместе уедем. И ты, и я, и мамочку заберем. Лен, ты с ума сошла? У тебя ничего не получится. Лен, ты с ума сошла? Леночка, успокойся. Дыши. Ты всегда считала, что я тупая. Что я неудачница. Я докажу, что это не так. Ты всегда все портишь. Мур, дурак! Мур, дурак! Знакомьтесь. Кирилл. Кирилл Герлевич. Роман Герлевич, это такая ситуация. Нужно вот человеку помочь товар через две границы перевезти. Человек свой, надежный, на доверии. Хорошим людям поможем, если надо, в Европу. Самый лучший вариант, через Варшаву. Поток там большой, на границе своих людей много. К вечеру я буду знать, когда наша смена. А мы можем груз сопровождать, но ехать в этом поезде. Как хотите, можете с нами на поезде, если вам так спокойнее будет, или там на месте получить. В любом виде, доставку гарантируем. Отлично. Давайте работать. Сегодня сообщу наш график, выбирайте день, только определяйтесь заранее, чтобы я знал, брать мне другие запязы или нет, вагонки не резервны. Хорошо. Ну, по рукам. Ну, нормально все. Да. Да, забыл тебе сказать. Саводка пришла на банкир твоего, подобрали его за городом, с пробитой головой. Какого банкира? Ну, этого, ну, начальник он еще у Веры был, помнишь? Мы и пасли его еще несколько дней, как попросил. Игорь? Да. С пробитой головой? Да. Куда его отвезли? По больницу. Поехали. Зачем? Он же в отключке. У него флешка с материалом. Поехали. Спасибо. Так что события развиваются чрезвычайно стремительно. Да. Происшедшее с Игорем Володиным стало для нас просто шоком. Мы сейчас изучаем записи с камер внутреннего слежения. Пытаемся понять, когда и каким образом он покинул банк. Кстати, у вас есть свои предположения, кто мог совершить нападение? Воробьева могла заказать покушение? Сейчас я вообще уже ничему не удивлюсь. У нее с Игорем были непростые взаимоотношения. Сначала был роман, потом они расстались. А вам что-нибудь известно о записи, которую должен был привести Игорь Владимирович? Мне кажется, ее вообще не существует. Как? Но ведь он мог показать ее и раньше. Мне кажется, Игорь блефовал. Он просто таким образом хотел еще раз добиться встречи с акционерами. А вы знакомы с Кириллом Сатыгиным? Что-нибудь слышали о нем? Нет, а кто это? Как? А он вас хорошо знает? Ну, меня много кто знает, с кем я не знаком. А почему вы о нем спросили? Да нет, он был любовником Воробьевой. Кстати, как и Игорь Владимирович, как вы утверждаете. То есть, вы считаете, именно Сатыгин мог совершить нападение из ревности? Не исключено. Всегда и везде любовь и деньги. Да, это точно. Привет. В каком отделении работаешь? В реанимационном. О как, угадал. Может, еще и людям помогаешь? Смотря каким. Хорошим. Мне, например. Кто лежит? Игорь Володин. Да, да, есть такой. Вчера поступил. Ночью ему операцию сделали. Голову мы, конечно, хорошо раскроили. Пока в коме. Мне бы его вещи посмотреть. Какие вещи? Одежда. Сумка, если была. Полиция все забрала. Там и дело уже завели, улики. А не много ли я тебе рассказываю, хороший человек? Согласен. Много. 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 Игорь Володин. Игорь Володин. Игорь Володин. Здравствуйте. Здрасьте. Сейчас, секунду. Давайте, какой там у вас номер дела? Вот, пожалуйста. Опять Володя? Приходили, смотрели уже его вещи. Как приходили? Когда? А вот недавно. Полчаса еще не прошло. Сейчас скажу. Ну-ка. Вот. Капитан Перцов, МЕ, СУВД беговой. Еще парень с ним какой-то был. Следак, наверное. Да? Да. А как выглядел этот второй парень? Да как? Ну, обычный парень. Высокий. Наверное, лет тридцать. Вы что, с ним дело не поделили, что ли? Да так. Бабу одну никак не поделим. Э, э, о вишдоке смотреть будете? Заводи. Алло. Все, я вышел на журналиста. Да, этот козел опять впереди всех нас. Лезет вперед. Значит так, надо срочно связаться с УВД беговой. Нам нужен капитан Перцов. Запроси все его данные, в том числе домашний адрес. Надо брать его за жабры, он знает. Журналиста. Журналиста. Ты вернулась? Я пойду переорену с дороги. Там наверху тебя ждет сюрприз. А здесь внизу на улице шикарный ужин. Туния. 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 Дай отбой по поиску Лены. Хорошо. Да, могут отдохнуть. Скажи, она вернулась. Да. Да, Роман Григорьевич. Это хороший вариант, я все понял. Я сейчас согласую и перезвоню. Значит, смотри, послезавтра в десять вечера отправляется поезд в Киеве. Он сам выйдет на этот рейс. Груз доставит без проблем. У него проколов не бывает. В Киеве передаст тебя надежным людям. Там пересядешь на рейс до Варшавы. Отлично. Осталось только никому не попасться на глаза до отъезда. Все, боишься, что они тебе так же, как и Игорю, голову пробьют? Не удивлюсь, если исполнитель этого прекрасного замысла уже едет за нами. Да нет, так быстро они не сработали. Да и потом, со мной они тебя не тронут. Но знаешь что? На-ка на всякий случай. Переночуешь у меня, так безопаснее. 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 Спасибо за цветы, очень мило. Тебе правда понравилось? А я боялся, что будет банально. Просто хотелось передать те чувства, которые меня переполняют. Вина? Угу. Ну что, как прошла встреча? Мы все обсудили, но видеоматериала у него уже нет. Вчера вечером он отдал его Игорю, после этого Игорь пропал. И ты ему поверила? Ему нет смысла мне врать. Ты по-прежнему слишком доверчива. Сегодня Игоря нашли с пробитой головой на загородной дороге. Похоже, вчерашняя встреча не прошла для него бесследно. Кирилл играет с тобой. Я не верю, что он мог это сделать. Зачем? Вообще, какая-то патологическая вера в этого подонка. Элементарно. Он ревновал тебя к Игорю, выманил его навстречу, а теперь еще списывает на него пропажу материала. Хитрый, коварный человек. И что ты предлагаешь? Я думаю, что он все равно скоро появится со своим видеоматериалом и с повторным предложением купить у него записи. За это время нам нужно подумать, как перехитрить его. Я думаю, вместе у нас получится. КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, у тебя в квартире гости. Пришлось уехать. Постарайся свалить недели на две, как минимум. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok